В столице Заполярья прошло расширенное заседание коллегии управления Росгвардии по Ненинскому округу, в ходе которого подвели итоги деятельности войск Национальной гвардии России в регионе, а также поставили задачи на 2020 год. Наталья Дуркина продолжит тему. Одним из приоритетных направлений деятельности Росгвардии остаётся государственный контроль за оборотом оружия, частной, детективной и охранной деятельностью. Им занимаются специалисты окружного центра лицензионно-разрешительной работы. За три года в регионе на 44% снизилось количество административных правонарушений, связанных с несоблюдением владельцами сроков перерегистрации гражданского оружия. Вместе с тем возросло количество оружия, поступившего от граждан в рамках региональной программы по добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения за денежное вознаграждение. Продолжить проведение взаимодействия молодых комитетов автономного и оперативного фактического кредита правильного снижения риска противоправного использования в применении зарегистрированного административного оружия, а также его утрат и ощущений. Продолжить комментироваться в отдалённые населённые пункты округа с целью оказания государственных услуг, осуществления проверок условий обеспечения сокровенности оружия для местного жительства граждан и проведения разъяснительной работы в области аппарата оружия с целью снижения материальных издержек со стороны граждан, вакуручных техцентрах, визуализованных нарушительные работы в городе Нарьема. На коллегии также обсуждались результаты работы сотрудников отдела внебедомственной охраны. За 2019 год они пресекли 10 преступлений и 761 административное правонарушение. Наблюдается снижение зарегистрированных преступлений более чем на 25%. В свою очередь начальник управления Росгвардии по Ленинскому округу, подполковник полиции Александр Дмитриев, выступил с рядом предложений. Одно из них касается увеличения выплаты гражданам при добровольной сдаче оружия. Инициирует рассмотрение перед собранием депутатов Ленинского автономного округа вопрос об увеличении размера выплат граждан при добровольной сдаче линии незарегистрированного оружия в целях популяризации данного вопроса для повышения уровня эффективности работы в данном направлении. Продолжит проведение разъяснительной работы в виде консультирования и организации рабочих встреч с подкорбленными субъектами топливного и аэропортического комплекса расположенного на территории Ленинского автономного округа. В свою очередь окружные власти высказали свои предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности войск Национальной гвардии Российской Федерации в регионе. Наталья Дуркина, Телеканал Север